Ребятки, всем доброе утро! Сегодня у нас такой необычный будет ролик В общем я уже как два с половиной месяца купаюсь в холодной воде и сегодня решил я себя проверить именно уже ну как говорится на тяжелой артиллерии еду сегодня на сероводородную купель которая находится у нас в Донецке ну вроде как по словам по слухам там вода вроде бы плюс 10 там тере 16 градусов и вот как говорится решил то есть стараюсь вести здоровый образ жизни и короче вот направляюсь самому интересно насколько же там реально холодная вода ну и немножко показать вам утренний Донецк еду я сейчас по улице Щерса можете вот видеть подъезжаем мы к заправке машин нет людишки еще спят но только не спится ну не бензин кстати у нас подорожал 95 51 и 92 у нас 49 давно я не катался по утреннему Донецку да ну немножко автомобилей есть по городу ну а так ребятки хочу я долбануть наверное рыбалку рыбалку надо долбануть обязательно так как многие из вас просят где же Федор рыбалка где рыбалка по этому поводу я могу сказать одно что в данный момент ездить на рыбалку в принципе даже и некуда если ехать на платнике то каждая рыбалка выстреливает где-то минимум в тысячу рублей вот а чтобы ездить как бы на рыбалке надо ресурсы как бы так бесплатных водоемов бесплатных речек там я не знаю ну даже и речи у нас нет ну вроде как поклевывают у нас в центре города на городских и на речке Кальмирс вот съезжу я еще туда ну а так не знаю даже что и делать живем мы в таком регионе где нет у нас ни речек ни хороших водоемов или озер свернули мы сейчас на улицу Ткаченко и пхнем до шлаголечебницы смотрите кстати эта улица у меня ассоциируется именно с детством почему с детством потому что по этой улице мы ездили на автобусе на Старобешево водохранилище вот там где была рыбалка раньше лет 20 назад там была рыбалка кстати купили это находится кому интересно кто хочет попробовать себя за шлаголечебница я в принципе по большому счету сам не знаю где она находится но походу короче где-то находится именно там ну так по интернету посмотрел приблизительно как бы место понял за бортом у нас плюс 19 и вот сейчас мы подъезжаем к гаражам находится это где-то здесь гаражи гаражи ух ты тут реально людей походу много на этой купели ну вроде как здесь в общем ребятки не знаю приехал я не приехал сейчас пойдем посмотрим ну а там будем искать но походу короче я приехал вот она это тропиночка по которой я смотрел ролики люди люди спускаются ну так в принципе что я вам скажу на улице довольно таки прохладно и свежо на какую-то речку еще с вами будем проходить вот он мостик да вроде бы идем сюда блин тут такая ребятки свежесть класс а я вам только что сказал что у нас речек нет есть речки но они такие не сильно огромные интересно раки здесь есть рыба идем мы с вами в правильном направлении ух как хорошо здесь а так и где-то должна быть куча речи этот купель один человек он пошел как же пахнет жаль что камера не передает этот запах запах кошаной травы какой-то вот свежести не знаю даже что вам сказать круче круче к нём ну состояние такое я вам скажу настроение бодренькое само просто интересно самому испытать себя в таких вот условиях которых я ни разу не купался ну море морем а вот холодная купель это холодная то то завод нам походу надо вот сюда там хрен узнать куда нам надо короче куда идти походу короче я пришёл вот она купель и сейчас короче я здесь замерну здравствуйте сейчас мы переодеваемся быстренько прыгаем вот она смотрите какая купель вода здесь циркулирует идёт обновление какая-то какой-то памятник я не знаю что это а это очень наша молитва класс это было в том году в Кричине Руси поставили памятник о как не знал ну как водичка а сколько градусов она вообще 15 градусов летом зимой она где-то 6-7 градусов ну это её забирали люди тут мужичок вступает он замерял и говорит так на самом деле что она хотя хотел заберить не знаю что это то надо следующий раз приехать взять этот термометр померить интересно да надо попробовать уже два с половиной месяца купаюсь как бы в холодной воде а вот решил попробовать тяжелую артиллерию уже надо как-то начинать закаливание ну сейчас будем пробовать конечно и зимой надо где-то уже в проруби купаться ну будем пробовать в общем ребятки сейчас я переодеваюсь и запрыгаю правильно в прорубь летний ладно пока выключусь так друзья что я переоделся надел купательное снаряжение смотрите как все сделано вешалочка бревнышки все как говорится для людей ну конечно чистенько здесь чистенько так ну что вот она наша купель ох я могу вам сказать это уже интересно интересно класс вот это класс фух очень наши ежеси на небесе да светится имя твое в общем господи класс ребятки ох запах тут конечно такой прикольный купаться можно но еще третий раз говорят он полезный стихбар не дает все теперь обсыхаем ну вылет сейчас тело горит ощущение просто обалденные и запах запах ну такой сероводорода короче ощущение тело горит ноги горят в общем принципе ничего страшного купаться можно ну теперь будем эту процедуру делать как можно чаще и будем испытывать себя на прочность до холодов вот там посмотрим насколько меня хватит денечек у нас сегодня будет насыщенный сейчас я чуть-чуть обсохну ну в принципе еду домой принимаю душ опять же таки холодный да ребятки и забыл вам сказать что сюда желательно приезжать пораньше я вот приехал в 6 часов утра и уже как бы два человека пришло а так конечно здесь народу очень и очень много короче здесь круглый год забыл сказать еще круглый год вода 14 градусов но ощущение просто шикарнейшие шикарнейшие ожил теперь надо это все воплотить в систему как бы этим заниматься хотя бы два раза в недельку срач везде блин срач в общем ребятки денечек у нас сегодня будет насыщенный интересный ну что-то буду для вас снимать так что все поехал я домой принимать душ пить чай и заниматься делами короче увидимся увидимся до до Продолжение следует...